здравствуйте друзья позвольте предложить вашему вниманию обзор на модель египетской 122-мм самоходной гаубицы на базе танка Т-34 в масштабе 1.35 от компании Райфилд Модел каталожный номер 5013 ну и буквально пару слов дело в том что работы в данном направлении по созданию штурмовых орудий начались еще годы Великой Отечественной войны в Советском Союзе работы велись по двум направлениям то есть на базе вот танков можно так сказать с классической компоновкой то есть башня вращающаяся и как бы по направлению самоходных артиллерийских установок вот ну как результат Советском Союзе вот это направление не получило своего развития а зато развилось второе направление это как мы знаем появился ряд известных знаменитых САУ это СУ-85 СУ-100 СУ-122 вот а вот в данном случае египетские наши товарищи умудрились скрестить галбицу D-30 которая была если я не ошибаюсь разработана в начале 60-х годов в Советском Союзе и получился такой интересный на мой взгляд экземпляр вот ну я к сожалению не совсем нашел вот информацию самостоятельно ли египтяне это их разработкой либо наши как-то помогали в общем у кого есть что дополнить по этому поводу то не стесняйтесь и отписывайтесь в комментарии я думаю что эта информация будет интересна и полезна не только мне но и другим зрителям но теперь давайте непосредственно перейдем к обзору начнем как обычно с коробочки коробочка стандартного размера с хорошей полиграфии на одном из боковиков можем видеть 3d модель собранную информация производителей модель 2018 года с другой стороны мы видим варианты камуфляжа и рекомендации на краски а мамик правда сами краски какие конкретно не указан ну видимо это будет все отражено в инструкции и так внутри коробки нас встречают инструкции и пакеты с ледниками песочного цвета как обычно прерываюсь распаковываю и мы смотрим все это более подробно итак друзья продолжаем инструкция у нас дана виде книжечки цветная примерно формата 4 на первом листе у нас картинка с бокс-арта условное обозначение рекомендации и на первом развороте с левой стороны раскладка детали по летникам содержимое набора и начало сборки сборка начинается у нас сборки ходовой данные у нас как видите имитация подвески подвески кристи устанавливаются пружины и так далее ставится задний борт с бронировкой редукторов насколько понимаю так далее далее у нас собираются основные катки ведущие катки ленивцы как видим у нас бандаж дается отдельной деталью и как видим еще у нас немножко катки различаются то есть здесь возможно варианты можно использовать два типа разных катков далее у нас устанавливается идет сборка гусеничной ленты насколько понимаю гусеничная лента у нас дана из нескольких деталей то есть нижней веткой и верхняя ветка данной одной деталью и наборная часть на закруглениях и здесь вот видите вы сделана выноска в масштабе 1 к 1 то есть чтобы можно было приложить и сравнить проверить правильно ли мы собрали гусеницу дальше дальше начинаем работать с верхней частью корпуса здесь необходимо будет просверлить ряд отверстий диаметром 1 миллиметр и один миллиметр одна десятая 1,1 миллиметра далее на верхнюю часть корпуса устанавливается пулемет люк механика водителя буксировочные крюки жалюзи на в районе мто запасные траки фары шансовый инструмент но и так далее дальше у нас собирается топливные баки устанавливаются крылья устанавливаются люки на мто поручни ну еще ряд мелочей далее опять же устанавливаются баки и поршни по правому борту далее собирается задняя кромовая плита на которую монтируются дымовые шашки насколько понимаю здесь же у нас используется отравление и устанавливается глушитель выхлопные точнее выхлопные патрубки и далее нам предлагают установить заднюю плиту и крышку моторного отсека но тоже ящик зипа здесь у нас устанавливаются крепежи для дополнительных траков с грунтозацепами вот на отдельном шаге опять же данные эти траки то есть достаточно подробная инструкция практически на одном из шагов буквально там по паре деталей причем здесь как видите тоже опять же возможны варианты то есть вместо грунта траков с грунтозацепами может установить отдельный еще ящик зипа дальше у нас опять установка небольших ящиков опять же вариант то есть либо небольшой вот такой ящик можно установить либо более скажем так стандартный длинный ящик zip на полку то все так на борт у нас ставится этот у нас ставится на полку к сожалению я вот не пойму может быть не за я просмотрел нету информации какому из вариантов что относится то есть я так понял это нужно будет сверяться с фотографией то есть на усмотрение моделист и далее начинается сборка основного орудия гаубицы d30 ствол как видите состоит из двух половинок далее собирается казенная часть механизм наводки прицел ну и так далее далее собранное орудие у нас монтируется на нижнюю часть башни и далее нам предлагает собрать верхнюю часть башни и на восемнадцатом этапе установить верхнюю часть на нижнюю причем установка будет достаточно такая непростая поскольку нужно будет продеть ствол орудия через маску через маску орудия и аккуратно это все чтобы ничего не повредить соединить так ну и финальный 19 шаг на котором у нас устанавливается трос подножков отравленную еще ряд мелких деталей в том числе фиксатор орудия в походном положении задние брызгиваки и на последнем листе точнее не последним на заключение у нас указан дана схема нанесения камуфляжа представлены все проекции танки то есть левый правый борт верхняя часть и перед зад краски и рекомендованные из палитры а мамик здесь они все представлены интересно можно поставить на паузу посмотреть и так же здесь еще вот интересно внизу идет перечень различных эффектов для везеринга рекомендуемых производителям также кому интересно можно поставить на паузу это в принципе на мой взгляд вполне неплохо так ну далее у нас еще один вариант к сожалению варианты не подписаны что к чему принадлежит не указаны и также нету никаких маркировок то есть декали в наборе у нас нет никаких ну в данном случае у нас предлагают трехцветный камуфляж и еще один одноцветный песочного цвета так на этом инструкция у нас заканчивается и переходим непосредственно клетниковым рамкам и давайте начнем с этой рамки здесь у нас находится ванна корпуса и верхняя часть башни то есть ванна корпуса у нас дана одной деталью пластик достаточно крепенький в плане геометрии вроде бы на взгляд все достаточно ровно вот но в плане литья но на мой взгляд литье вполне тоже неплохое достаточно четко все пролито снизу имеется имитация люков насколько это соответствует на части тут я не берусь сказать вот но литье достаточно четкая здесь же даже имитирован на стыках идет имитация литьевого сварочного шва вот так и башня у нас тоже фактически одной деталью дана тоже имеется имитация сварочных швов к сожалению литник мешает на башне но как тот не совсем честно говоря понятно почему здесь сварной шов проходит по откидывающей части насколько понимаю судя по петлям но возможно так оно было это конечно же надо будет уточнять уточнять по фотографиям вот но опять же что можно сказать полить его литье достаточно неплохое все петли какие-то еще детали достаточно все хорошо пролито все четко никакие замыльности нет вот здесь же обозначены уже на башне обозначены посадочные места под различные детали здесь вот тоже в районе стыка имеется сварочный шов ну в принципе на мой взгляд вполне неплох так переходим к следующему литнику следующими литниковой рамки здесь мы видим верхнюю часть корпуса задняя стенка ванны крылья решетки то часть этого а также люк механика водителя из двух половинок верхняя и нижняя также видим пулеметное гнездо люк башенный здесь же мы видим два варианта решетки мто одна из них под фото отравления то есть решетка в эту вставляется решетка отравления одна чисто пластика ну для тех кто не любит работать не любит возиться фото отравления на мой взгляд тут очень похвальный такой шаг производителя меня вот такие вещи радуют всегда так здесь же мы видим запасные траки вполне неплохо исполнены причем даже пролита задней части рисунок траков хотя их не будет видно и на на вот этих запасных траков пролиты головки крепления этих траков так еще один вариант брызговиков задней стенка здесь же у нас ящики zip по всей видимости различная мелочевка неплохое литье очень даже на мой взгляд хорошие мелкие детали пролить очень аккуратно за вин или на камеру различные ручки вот здесь вот мне кажется это звуковой сигнал имеет очень тоже здорово пролит но я постараюсь в конце на фотографиях это более подробно показать так в целом неплохо шансовый инструмент дуручная пила уже так сказать дана в креплении то есть только приклеить на борт так с обратной стороны у нас на деталях имеется следы толкателей но по всей по всей видимости видно этого не будет значит что касается вот этих вот решеток то здесь они сделаны сквозными то есть в этом плане вопросов нет облоя или каких-то дефектов утяжины я не вижу вроде бы все достаточно аккуратненько на люке механика водителя имитирована фактура литья вот но по корпусу тоже все достаточно ровненько и к сожалению приборы наблюдения данные у нас непрозрачными деталями вот это наверное можно записать в минус опять же по соответствием отчасти меня наверно не скажу ничего тут более грамотные товарищи наверно просветят если что так идем дальше следующий литник и здесь у нас насколько понимаю детали нашей гаубицы и также нижняя часть нашей башни на ней тоже вот имеется небольшая фактура литья так опять же очень много различные мелочи и мелочь отлита очень хорошо достаточно четко никакой замыленности смещение пресс-форм я тоже не вижу облое тоже нет детали вот есть очень мелкие барашки вот сделаны прям очень на мой взгляд хорошо шестереночки какие-то различные насколько правда ее получится освободить от питателей поскольку питатели заходят прямо непосредственно саму шестеренку но я думаю в принципе этот момент не критичен и видно его особо не будь тем более это все скорее всего идет во внутрь вот а поскольку внутрянки особо нету кроме казенной части орудия то показывать особо там будет нечего так ну и вот здесь я вижу два варианта дульного тормоза причем оба у нас отлиты одной деталью многоразъемной форме то есть все уже рассверлено это конечно радует вот ну ствол из двух половин придется конечно немножко пошлифовать но в принципе здесь форма ствола достаточно несложная на мой взгляд проблем с этим не должно возникнуть так двигаемся дальше следующая рамка таких в наборе у нас две и и как мы видим здесь у нас находится гусеничная гусеничная лента таком полусобранном состоянии то есть верхние и нижние ветки у нас даны уже собраны причем на заметно незаметно на камере верхняя часть у нас дана уже с провисами что конечно тоже радует и вообще вот мне нравится когда вот именно такой вариант то есть полусобранный уже дается в наборе на мой взгляд это самый такой простой вариант но тем кто хочет сделать подвижную подвеску или куда там модельная диораму те же как бы сами решают о покупке принимают решение покупки автомаркета и так далее так кроме того мы здесь видим балансиры бронировку выхлопных патрубков тоже два варианта нам дано здесь здесь же у нас ленивцы и ведущие колеса здесь же у нас пружины подвески здесь же у нас различная мелочь поручни и крепежи и так далее но опять же обращаю внимание на качество литья здорово очень пружинки пролиты стыка пресс-форм практически не видно очень на мой взгляд здорово пролиты колеса точнее катки литье весьма хорошее так что касается самих траков то на мой взгляд тоже весьма неплохо следов от толкателей на гусеничной ленте нету то есть обработка будет у нас по минимуму так и здесь же у нас здесь же у нас топливные баки и дымовых шашек баки причем отлиты они одной деталью как видите в много разъемной форме что тоже конечно радует и кроме того еще на самих баках отдельно имитирован сварочный шов горловина бака тоже проварена но в принципе на мой взгляд очень достойно литье также у нас здесь представлен один из коушей тоже уже готовый к установке троса то есть рассверлено все на мой взгляд качество очень хорошее так ну и в общем то последний литник точнее в наборе опять же таких два литника это у нас литниковая рамка непосредственно с основными катками и как видите катков здесь два вида сплошные и вот такие вот звездообразные назовем их так бандажи даны отдельными детальными и причем бандажи тоже отличаются попробую сейчас на камеру это показать на данных бандажах вы видите насечки идут даже представлена какая-то маркировка вот здесь вверху вот на вот этой версии эта версия бандажа она гладенькая но тоже присутствует какая-то маркировка к сожалению прочитать не могу возможно попробую это сфотографировать что очень мелкая здесь же у нас данные крышки ступиц вот опять же отмещаю очень хорошее литье то то есть со всех сторон катки пролиты очень здорово следов от толкателей нет и всего подходит каткам по два питателя то есть защищать по минимуму но единственное может быть придется поработать вот с бандажами хотя опять же к ним тоже к внешней стороне только по два питателя и два питателя подходит с внутренней стороны которая в общем то не особо критично здесь аккуратненько подрезать я думаю будет не проблема так по литниковым рамкам это все переходим теперь к дополнениям которые у нас присутствуют в данном наборе еще одно из них это такая вот резиновая маска для нашего орудия немножко потерявшая уже форму из мягкого материала не знаю насколько она потом восстановляется но вроде по инструкции здесь еще было нужно будет потом фототравленную деталь сюда приклеить ободок посмотрим насколько это все реально будет сделать так далее далее в наборе у нас имеется небольшая оплатка фототравления и на ней мы видим решетку МТО вот как раз это рамка на маску подножка с ребрением противоскользящим какие-то видимо стяжные ремни на скорее всего на топливные баки здесь вот ремни на дымовые шашки здесь еще вот какие-то ремни возможно на скатку ну и еще ряд мелких деталей возможно ручки на поручни на топливные баки ну весьма неплохое фототравление достаточно такое тоненькое опять же аккуратненько все сделано и последнее что входит в комплект это вот такой вот металлический тросик что конечно тоже очень приятно так на этом друзья у меня все если у кого-то есть что дополнить милости прошу в комментарии а я на этом с вами прощаюсь далее как обычно будут фотографии всем спасибо за внимание и до новых встреч всем пока и 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